Добрый день, коллеги! Я очень рада участвовать в вашей конференции. Большое спасибо за приглашение. Сегодня я расскажу вам, как регулируется профессия психология в Великобритании и как можно стать психологом здесь, в нашей стране. Психология и психология регулируются двумя основными органами. Первое — это совет профессии здоровья и заботы о Су-Цуме. Это является государственный орган. И второе — это британское психологическое сообщество. Это является саморегулирующее профессиональное сообщество, которое представляет психологию как профессию и психологов как профессионалов. Это очень важные два органа. Почему? Потому что они предоставляют критерии, по которым есть минимальные стандарты, психологов как профессионалов, вне зависимости от центра, где эти психологи обучались. Таким образом гарантируется минимальный набор качеств, компетенции, личностных, интеллектуальных навыков человека, которые становятся потом психологом, этичность профессии. И в результате мы имеем профессионалов, которые более-менее могут предоставить хороший сервис людям, вне зависимости от того, где они учились, где они жили, где они работают. И все уголки страны, люди в любом уголке могут получить квалифицированную помощь, хотя бы в теории. Существует 9 видов психологов, которые регулируются вот этими двумя органами. Это психологи здоровья, учебные психологи, академические, трудотерапевты, психологические консультирования, нейропсихология, спортивная психология, судебная и клиническая. Клиническая является наиболее широким спектром навыков и покрывает наиболее широкий спектр людей, от маленьких детей до стариков, с совершенно разными проблемами, от депрессии до патологий. Клинические психологи работают в основном в государственной системе, здравоохранения, но также они могут иметь свои частные практики. И те, и другие регулируются Советом и Британской ассоциацией психологов. Для того, чтобы квалифицироваться как клинический психолог, необходимо получить докторантуру клинической психологии. Это занимает 3 года. И докторантура представляет собой смесь обучения с практикой в клинике. То есть студенты работают, обучаются терапиям, обучаются клиническим навыкам. И одновременно с этим проходят академическое обучение, пишут работы академические, публикуются и так далее. Места на эту докторантуру очень сложно получить. От 15 до 45 человек подавали на место в 2015 году. Конкурс громадный. Для того, чтобы получить место на докторантуру, необходимо иметь 4 минимальных вещи. Первое – это законченный бакалавриат по психологии, который аккредитирован как Советом, так и сообществом британской психологии. Также необходимо иметь гранты, публикации и, самое важное, опыт клинической работы, который должен быть как минимум 1 год на полной ставке или эквивалент 1 года. Самый лучший способ получить такую клиническую практику – это стать ассистентом-психологом. Конкурс на место ассистента-психолога составляет от 1 к 30 до 1 к 50. За первые 24 часа рекламы вакансии 150 человек подают на эту вакансию. За первые 48 часов 200 человек. За первые 2 недели подают около 250 человек. Из них 5-6 получают интервью, и только 1 человек получает работу. Вот такой тяжелый путь становления профессионалом-психологом. Но это окупается, потому что после того, как ты квалифицирован, ты выходишь в мир, у тебя 90% того, что ты найдешь работу в государственной системе в первый год своей жизни после докторантуры. Но для того, чтобы получить такое место в докторантуре, может занять от 1 до 6 лет, и чаще всего это 3-4 года, как минимум. Благодарю за внимание.